Волгограде в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские выявили наркопритон. В Держинском районе неработающий 40-летний местный житель за денежное вознаграждение предоставлял свою квартиру наркозависимым лицам для изготовления и употребления опия. В содеянном он сознался. За содержание притона ему грозит до 4 лет лишения свободы. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий волгоградские оперативники на территории Ставропольского края задержали подозреваемого в мошенничестве. Установлено, что в начале июля 35-летний житель Котельниковского района на интернет-сервисе обнаружил объявление о продаже техники стоимостью почти 50 тысяч рублей и связался с продавцом. Последний пообещал отправить товар и продиктовал данные своей карты для перевода денег. После зачисления суммы на счет продавец перестал выходить на связь, а оплаченный товар так и не был отправлен. По подозрению в совершении мошенничества оперативники установили и задержали 18-летнего учащегося техникума, жителя Ставропольского края. Он сознался в содеянном. По месту проживания подозреваемого проведены обыски, в ходе которых изъяты. Мобильные телефоны, банковские карты, сим-карты, используемые при совершении мошенничества. Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают других потерпевших. И снова несколько жителей области стали жертвами телефонных мошенников. В Краснооктябрьском районе 60-летнему учителю гимназии позвонил неизвестный под видом работника банка. Незнакомец под предлогом отмены попытки оформления кредита убедил потерпевшего перевести через банкоматы на безопасный счет почти 800 тысяч рублей. Уважаемые граждане, будьте предельно внимательны при общении с незнакомцами. Не позволяйте мошенникам себя обмануть.